Я думаю, что уже все собрались. Сегодня наша тема это нетворкинг, это запросы в сеть, это то, как мы будем работать с сетью из Android приложения. В первую очередь хочется сказать всем привет и на самом деле поздравить всех, кто здесь присутствует, потому что на самом деле почти уже полкурса прошло. Время прошло, 5 недель. 5 недель вы ходите на эти курсы, 5 недель вы получаете какие-то знания. Надеюсь, не просто так, что от этого вам становится лучше и надеюсь, что в дальнейшем увижу новых Android девелоперов, которые будут выпускать свои аппликейшены. Поэтому хочу похлопать. Вы молодцы. Честно, на самом деле очень сильно понимаю, когда это делается все в свое свободное время, а его становится с каждым годом все меньше и меньше. Но процесс не остановить и движение вперед всегда должно быть. Поэтому на самом деле это очень приятно, когда видишь таких людей, которые хотят добиться и посмотреть чего-то нового и узнать. Кто был на моей последней, на третьей лекции, я рассказывал про Vue. Я немножко затронул тему о себе. Сегодня я продолжу эту тему. Вдруг вижу, что есть новые лица, которые не были тогда. И поэтому немножко представлюсь, почему я могу стоять здесь и рассказывать вам эти вещи. Все эти вещи. Меня зовут Павел. Я работаю в компании Flow. Это компания женского здоровья. По совместительству являюсь лидером сообщества ГДГ Минск, которое как раз таки в целом и составляет сейчас костяк Android Академии. Найти меня легко, достаточно просто. Это гуглануть, как говорят. Хороший девелопер, как сказали только что, хороший девелопер быстро найдет. На самом деле это достаточно просто. Перед тем, как начнем, давайте пройдемся опять же по чек-листу. Я думаю, что на самом деле, так как это уже пятая лекция, то у вас у всех уже установлена, должна была быть установлена Java, Android Studio, Git, потому что вы все получали уже домашки, уже пробовали эти домашки делать. Но все равно напомним, я думаю, что это, наверное, один из последних разов, когда мы про это будем напоминать вообще. Конечно же, это Eventbrite, где мы просим регистрироваться на все наши текущие ивенты. И делать обязательно, нужно делать, когда вы приходите на ивент. О, давайте поприветствуем Йонатан. Йонатан. Это у нас стало очень много. Да, очень много. Регистрироваться на наши ивенты и обязательно, обязательно делать чек-ин, потому что это важно для того, чтобы мы рассылали, делали рассылку именно конкретно для тех людей, которые приходят, которые интересуются, которые двигаются дальше. Ну и, конечно же, Slack. Slack, общение в Slack. Помните, что мы вас всех разделили, но это не значит, что вы обязаны или должны только, как говорится, общаться в своей группе. Всегда есть и другие менторы, и вообще есть General у нас канал, где можно спрашивать и нужно спрашивать вещи. Хочу отметить, что, наверное, когда я был примерно так же сидел и чего-то изучал на какой-то из конференций или еще что-то, я всегда думал, что спрашивать вопросы, как же я могу спросить вопросы, если, как бы, может быть, это какой-то базовый вопрос, все знают, и что я буду спрашивать. Все и так это все знают. Мне интересно. И всегда, по сути, замыкался почти круг на самом себе и приходилось потом в каких-то колуарах что-то спрашивать. На самом деле сейчас в нашей обстановке все вопросы правильные. Нет вопросов глупых или нет вопросов простых. Все вопросы на самом деле сложные и интересные. Поэтому не стесняйтесь, я очень вас прошу, не стесняйтесь задавать вопросы и спрашивать, потому что мы здесь как бы стоим, рассказываем, и наши лекторы, и наши менторы, они для этого и существуют, скажем так, ну, не в прямом смысле этого слова, но на самом деле они должны и обязаны вам помогать, потому что это, как говорится, в их же интересах вырастить человека, который бы потом пошел покорять мир в андроид-разработке. И это очень круто. Поэтому не бойтесь и проактивничайте, задавайте вопросы и так далее. Да, менторы. Я уже говорил про менторов, но на самом деле я хочу сказать огромное спасибо менторам, что они есть, что они с нами и что они помогают уже пятую лекцию подряд, пятую неделю подряд и будут помогать и дальше создавать вот это вот сообщество. Они помогают и в других аспектах, вот, и поэтому без этого, без как бы костика менторов, на самом деле, возможно бы и андроид-академии бы не было, потому что только на лекторах это бы не существовало. Вот. Ну вот и все. Сегодня это была как бы заключительная, скажем так, заключительная фраза в плане интродакшена какого-то. Так что вернемся к нашей лекции, вернемся к тому, с чего мы сегодня начнем. Точнее, к чему мы сегодня должны прийти с вами. А должны мы прийти с вами вот такому приложению, достаточно простому. В прошлых лекциях у вас всегда какие-то данные брались из каких-то уже захардкоженных значений, да, то есть в случае с листом, когда у вас был какой-то day-to-till класс, в котором у вас хранились актеры, да, которые, скажем, нагенерил вам Антон, ну и как бы предоставил, да. Мы могли и свои взять какие-то данные, это не проблема. Сегодня мы научимся с вами придавать вашему приложению немного динамичности. Это имеется в виду сходить в интернет, взять какие-то данные и отобразить их на экране. В нашем случае мы будем говорить с вами, как бы возьмем как бы простой достаточно кейс, это показать на экране, показать места, которые находятся вокруг нас там или вокруг, короче, определенных координат, да, вот, вашей геолокации какой-то. Для того, чтобы получить эти данные, мы воспользуемся сервисом Foursquare. Я помню давным-давно, на самом деле, этот Foursquare сервис был очень-очень сильно популярным. Все бегали такие счастливые, все чекинились, там, зарабатывали какие-то ачивки, там, кто-то становился каким-то королем, там, и так далее. Я, конечно, этой штукой не болел, но очень-очень была такая заразительная вещь, и все прям бегали, буквально как вот прям какой-то последний взрывной был Pokemon Go или как-то там что-то такое, да, когда вот, и вот тут то же самое, была такая же тема. Вот, если взять Foursquare приложение, то на самом деле оно очень насыщенно, насыщенно различными данными, различными экранами, и все эти данные абсолютные, ни одно из приложений, я не знаю ни одного приложения, которое бы не использовала сеть, да. Все приложения у нас на текущий момент, они все используют сеть, и со всеми, и получают оттуда данные, и их отображают, да. И в случае Foursquare мы видим, это есть список, список каких-то ресторанов, мы можем отсортировать их по различным категориям, также посмотреть на карте. Сегодняшний самый главный вопрос у нас будет, это как же делать сетевой запрос. И мы с вами будем в течение всей лекции пытаться ответить на этот вопрос, что же нужно для того, чтобы сделать запрос, и чтобы отобразить эти данные. В первую очередь нам нужно запросить permission. С permission вы уже немножко сталкивались. Нам нужно сказать андроиду, что дай нам permission сделать то или иное действие. И почему это нужно? Потому что когда у каждого одно андроид-приложение есть свой как бы сэндбокс, это какая-то своя песочница, в которой они живут. И если они хотят сделать какую-то вещь уже за пределами своей песочницы, они обязаны спросить у системы разрешение на это. Permissions задаются в андроид-манифесте в виде такого тега user permissions. Их набор достаточно большой. Я всех их перечислять не буду. Это просто как пример того, как они задаются. Но возможно вы слышали, что с андроид-м появились новые виды. Permissions были разделены на две большие такие группы. Это dangerous permissions и как бы не dangerous, да, и normal. Но сегодня про них я говорить не буду. Вам понадобится для того, чтобы сделать запрос в сеть, вам понадобится лишь один permission. Это permission называется интернет permission. А про сами permission вам расскажет Антон в своей лекции, которая пройдет, 9-я это будет 9-я лекция. Это будет почти под самый конец. Он вам подробненько опишет, расскажет, что же такое dangerous permission, что же такое normal permission. Внизу это ссылка на его выступление, когда он рассказывал, как же ребята с Viber переходили на вот эти вот dangerous permissions. Их еще называют runtime permission. Это почему runtime? Потому что на самом деле, не знаю, мы пользовались или не пользовались iOS, но у них уже очень давным-давно есть такая штука, когда, не помню, самой первой версии что ли, когда вы можете открыть камеру и у вас спросит, такое появится диалоговое окно, в котором спросит, типа, хотите ли вы дать permission на том, чтобы ваше приложение могло пользоваться, чтобы это приложение могло пользоваться камерой. Вот. Android пришел к этому чуть позже. Вот. Поэтому, но там есть свои нюансы, как это настраивать, как это использовать, поэтому это все будет в лекции Антона. Хочу напомнить, что наша лекция сегодня является диалогом между мной и вами. Вот. Вы сможете задать вопросы во время данного слайда, когда увидите questions. Вот. Их будет достаточно много, поэтому я думаю, что если вдруг что-то, если какой-то вопрос, то, пожалуйста, запишите, потом можете задать. Вот. Так. Вернемся к нашему приложению. Оно на самом деле простое. У нас есть кнопочка get places, по нажатию которой мы получаем список и отображаем его на экране. Вроде как бы простое приложение, но что за этим стоит, как же мы можем это все сделать. Говорят, клиент-серверное приложение, это значит, что мы как клиент, то есть мы как приложение, которое установлено на девайсе, делаем какой-то запрос на сервер и получаем от него какой-то ответ. Поэтому клиент-серверное приложение, это и означает, что мы общаемся между клиент, идет общение между клиентом и сервером. В нашем случае это как раз и будет, что мы, наше приложение будет общаться с сервисом Foursquare для получения данных и потом их отображения. Протокол, по которому будет это производить сообщение, это HTTP. HTTP – это стателес протокол. Порт по дефолту у него 80-й использующий. В случае HTTPS – это 443 протокол. В целом все, что нужно знать про протокол, вы можете также погуглить и найти. Как бы это достаточно просто. Что же нам нужно сделать в нашем приложении? В первую очередь нам нужно сделать это реквест. Реквест, в свою очередь, состоит из следующих составляющих. Это метод, это URL и payload. Пайлод может быть опционально. Это то, что вы хотите передать на сервис в виде каких-то данных. Методы, HTTP методы бывают различных типов. Это get, это когда мы хотим что-то зафечить какие-то данные сервиса. Это может быть post, когда мы хотим добавить какие-то… Ну, не изменить, а добавить что-то, какую-то модификацию произвести на сервисе. Put – это когда мы хотим что-то заапдейтить. Ну и delete – это уже говорит о удалении каких-то данных на сервисе. URL – это universal resource locator, который состоит из многих частей. Это наш домен, это наш протокол, это наш порт, это наш паз и какие-то query-параметры, которые мы добавляем в конце для того, чтобы сервер мог выдавать те или иные данные. Что же касается response. Response – это то, что мы получаем от сервиса в виде какого-то ответа. Response состоит из уже статус-кода какого-то и из payload, да, то есть из каких-то данных, которые мы хотим получить. Статус-коды, они бывают разных типов, но также вы можете представлять собой разный набор интов, да, чисел, которые могут быть также и кастомные, да. В случае, если это сотые, это какие-то вспомогательные месседжи, в случае в двухсотых это говорит о завершенности или незавершенности вашего, прошел ли успешно ваш реквест, вот, в случае трехсотых это произошел какой-то редирект, в случае четырехсотых это ошибка клиентская, в пятисотых это говорит уже о серверной ошибке. Ну, теперь мы уже знаем, что такое реквест и что такое response. Можем с помощью Java SDK сделать наш первый connection к серверу, да. Для этого существует специальный класс URL, в котором мы в конструктор передаем наш URL к нашему сервису. После этого мы делаем, открываем connection, получаем HTTP URL connection класс, для которого мы можем сделать своеобразные настройки, указав там всякие тайминги, указав метод, который будет выполняться. Конечно, по дефолту здесь метод будет get у HTTP URL connection. Также мы делаем connect, и после того, как мы сделали connect, мы получаем уже input stream от самого реквеста, да, и начинаем его считывать, превращая его в какую-то строчку. Вот. Метод readit на самом деле здесь не представлен, он достаточно еще, там, добавляет пять строчек кода, от трех до пяти, ну, кто как пишет, от трех до пяти строчек кода, то есть это все вот должно быть здесь, но как бы за счет того, что количество символов ограничено на слайде, то тяжело было сюда добавить. Но это вот. Дополнительно к этому мы все еще должны обернуть в try catch. Почему? Потому что на самом деле один из этих методов, connect там или input stream или readit, могут возвращать эксепшены, то есть там не случился connect, или там мы не смогли прочитать response, или еще что-то, вот. И как бы круто, да, столько строчек кода надо каждый раз писать, все как бы вспоминая себя, когда только начинал работать и написал, начинал использовать вот эти стандартные javush'ные подходы, то это выглядело, конечно, немножко, ну, скажем так, долго, да, то есть к этому надо было очень много иметь терпения, чтобы это все постоянно писать, либо как-то выводить, и потом это все перекочевывало из одного проекта в другой и так далее, или выводить это в какую-то либо и подключать. Ну, короче, это было не совсем удобно. Но мы живем с вами, мы живем с вами в мире open source, да, и это все поменяется. Хочу также напомнить, что с предыдущей лекции вам Кирилл говорил, первое правило нашего Smooth Club, это то, что нам не нужно блокировать main поток, да. То есть если мы попытаемся выполнить вот этот вот URL-запрос, который мы сделали, то у вас в логкате сразу же отобразится вот такая большая красное полотно, которое будет говорить о том, что произошел network on your own exception. Ребята с андроида достаточно давно поняли, что еще с третьего андроида, они поняли, что люди, ребята, девелоперы начинают делать network request в UI потоке. Это что значит? Ну, то есть как бы network request непонятно, когда выполнится. Выполнится быстро или медленно, неизвестно, да. И получается UI ждет, пока выполнится этот network request, и, соответственно, все это блочится, и все это становится лэгги и все остальное, да. Вот. Поэтому, чтобы таких штук не было, они просто решили добавить такой exception, который будет вам кидаться, вот. Бояться этого не нужно, это все поправимо, это все можно сделать, то есть на самом деле, как бы вы не уйдете в production с этим, да. То есть вы в любом случае заметите, что у вас произошел какой-то exception, у вас приложение упало, если вы вдруг захотите сделать какой-то network request на UI потоке, да. Вот. Ну, как я говорил, мы живем в эпоху опенсорса, все развивается, и, как говорится, lucky we are, we have Square. Square – это компания, которая достаточно крутая компания, короче. Крутая компания, которая делает очень крутые опенсорсные проекты, вот, которые реально облегчают жизнь Android-девелоперам, да и не только Android-девелоперам на самом деле. Вот. С их списком проектов можно ознакомиться на их GitHub. Они достаточно широко там представлены, и там очень много различных библиотек, с которыми вы можете потом сами поиграться в свое время, попробовать, посмотреть, да. Но сегодня мы будем рассматривать такие библиотеки, как первое. Это HTTP клиент. Они написали библиотеку под названием OKHTTP, которая позволяет вам… Вот тот boilerplate код, который я показывал с URL connection и с URL из Java SDK, да, они это все, все это как бы инкапсулировали в своей библиотеке, и сейчас вам покажу, как это все красиво можно настраивать и сделать. Добавить эту OKHTTP можно достаточно, прописав в Build Gradle вашего проекта dependency, да. И тогда для того, чтобы как бы сделать request, всего лишь нужно первое – это создать клиент, OKHTTP клиент. После этого надо с помощью builder создать request, да. Это достаточно… Builder – достаточно хороший бит того, как красиво можно написать код, да. Это fluent интерфейс, который позволяет вам говорящим языком описывать вообще то, что может ваш объект. Вот. Мы создаем request, после этого мы создаем response, делая на нашем клиенте… экзекьютим на нашем клиенте наш request. Вот. Все это оборачиваем в trycatch. Почему? Потому что мы это сейчас выполняем с вами синхронно, то есть в UI потоке. Вот. И чтобы если вдруг что-то произошло, мы могли это обработать. И после этого мы можем наш response обработать, переведя буквально одной строчкой кода, переведя его в string. Вот. То есть вспоминаем то, как у нас было это полотно большущее, да. И сейчас это представляется в виде в такой простой, достаточно красивый, элегантным видом, да. Когда мы из input стрима уже можем буквально одним вызовом метода string получить стрингу. Вот. Это, как я уже сказал, синхронный вид. То есть OKHTCP позволяет делать как синхронный, так и синхронный request на сервер, да. В нашем случае сейчас здесь показано это синхронно. Это если вы хотите сами менеджить потоки, как вам Кирилл показывал на прошлой лекции и рассказывал, да. Если вы сами менеджите, то вы можете в этом же потоке сделать этот request. Если вы не хотите менеджиться и, как говорится, работать с потоками и все остальное, HTTP клиент позволяет вам сделать синхронную загрузку сервера, передав туда просто callback. Это интерфейс, у которого есть два метода. OnResponse и OnFailure. Хочу заметить, OnFailure вызовется всегда, когда у вас request не ушел, не ушел, то есть не ушел дальше, скажем, вашего телефона, да, грубо говоря. То есть в случае, когда у вас, допустим, нет сети и вы вызвали request, хотели выполнить свой request, то вам придет сразу же OnFailure, потому что у вас, по сути, сети нет. В случае, если ваш request ушел на сервер, но там случилась какая-то ошибка или еще что-то, то response к вам в любом случае, наверное, дойдет, и это придет в OnResponse. И здесь в response надо будет проверять статус-код. Здесь нужно проверять статус-код на выполнился ли request правильно или не выполнился и так далее. Вот. Это первая часть нашего мализонского балета. Поэтому если есть вопросы какие-то по самой библиотеке, по OKHTTP, то давайте, спрашивайте. Оборвать сеть когда? Придет он фейлер. Придет он фейлер, потому что, да, оно не сможет там обработать. Да, 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 мы можем использовать REST API, да. Сейчас я… до REST API мы еще дойдем, я вам покажу, расскажу дальше чуть. Я могу добавить, что еще есть хидеры, которые, ну, особенно, которые там фигурируют для постоянных спортов. Да, можно и хидеры, можно много чего добавлять, там хидеры и так далее. Там достаточно rich, как говорят, достаточно богатый интерфейс, и можно использовать, и как бы играться можно дома. Можно дома просто посмотреть, там все нативно и понятно. То есть там как бы не должны возникать вопросы. Есть ли еще какие-нибудь вопросы или будем двигаться дальше? Окей. Скажем так, те вещи, которые сейчас дальше буду рассказывать, они по дефолту будут использовать в HTTP клиент, и это в Android уже на самом деле это основа. Раньше в Android была основа HTTP URL Connection и HTTP Client – это Apache, но они его выпилили, задеприкейтили и вставили его к HTTP клиенту. То есть это уже по сути как бы базовые вещи, которые будут всегда присутствовать. Не, его можно использовать, но как бы зачем? Да, то есть, ну, как бы… Да, ну, это как пример просто. Да, да, да. Серега, что-то нахмурился. Ладно, продолжим тогда. Хорошо. Вот, мы рассмотрели с вами HTTP клиент. Все хорошо, да? Вот тут уже вы начали задавать вопросы, как же мы будем работать с REST-ом. Кстати, я, наверное, хотел бы еще спросить, перед тем, как продолжить дальше, все-таки спросить вопрос, все ли работали с HTTP, HTTPS, и понимают вообще response, request и так далее. Ну, то есть, большинство, почти все, да? Все-все с этим знакомы. Ну, если какие-то ребята, кто не работал, если вдруг какие-то будут непонимания, недопонимания, то лучше спрашивайте, да? Или можете потом спросить у ментора или еще у кого-то. Вот, ну, как бы так в основном все знают, то мы скорее будем на это отталкиваться. Вот, и следующая библиотека, с которой мы познакомимся сегодня для того, чтобы выполнить наш реквест, это Retrofit. Достаточно знаменитая библиотека, опять же, от тех же Square. Сегодня, на самом деле, вся лекция будет посвящена, по сути, почти этой компании Square, которая реально сделала хорошие вещи. Вот. Что же нам дает Retrofit? Добавить его нужно… Сначала нужно его добавить. Добавить это, опять же, как и с HTTP, мы прописываем в BuildGradley зависимость, вот, и начинаем с ним работать. С Retrofit, он берет на себя, скажем так, ответственность работы с сервером. То есть в нашем приложении мы общаемся с Retrofit, говорим, что мы хотим сделать, куда мы хотим пойти, и дальше Retrofit уже на себя всю задачу и все заботы берет, вообще и по общению с сервером. Вот. Как же это все мы будем делать? Напоминаю, что наш реквест состоит из метода и из URL'а и какого-то дополнительного payload'а. Вот. В рамках нашего Retrofit'а нам надо понимать… в рамках нашего, то есть приложения, нам надо понимать, куда же мы пойдем за данными. Да. Это достаточно просто сделать. Так мы помним, что мы используем Foursquare сервис. Foursquare сервис предоставляет свою какую-то документацию. И для того, чтобы нам получить те рестораны или кафе, которые находятся в определенной зоне, мы начинаем скролить и находим такой прекрасный реквест, как под названием Explore, который нам даст все данные. Дальше открывая как бы спецификацию по этому реквесту, мы получаем, что сам реквест — это метод его get, да, запрос, куда нужно сделать, то есть URL, по которому мы должны сделать наш запрос, это вот рядом с get'ом. Но в этом запросе обязательными параметрами является параметр под названием LL — это longitude и latitude, это широта и долгота, которые мы должны, которые мы обязаны передать в нашем реквесте для того, чтобы реквест выполнился. Тем самым, анализируя это все, мы получаем следующее. У нас есть какой-то базовый URL, есть какой-то endpoint или path и есть какие-то наборы параметров, которые мы должны передать. Все, для того, чтобы сделать этот реквест, в целом у нас все есть. Теперь обратимся к нашему, к нашему, скажем, development, да. Для этого мы создадим какой-то javush-ный класс, в котором мы будем описывать вот это вот все, что только что мы видели на экране. Создадим базовый base URL, который будет описывать наш путь к нашему серверу. После этого мы создадим интерфейс под названием Foursquare Service. На уровне Retrofit все общение происходит в виде интерфейса, то есть мы объявляем какой-то интерфейс, в нем описываем все, что мы хотим сделать, то есть те реквесты, которые мы хотим посылать на сервер. И Retrofit уже под капотом, работая с OcHttp клиентом, под капотом будет брать наш интерфейс, будет создавать свое прокси объект какой-то, который будет, который по сути будет считывать всю эту информацию, которая есть в этом интерфейсе. Какая же есть информация в этом интерфейсе? Для того, чтобы нам получить, сделать запрос на сервер, чтобы получить наши рестораны, мы напишем просто метод getvenus, у которого помечена аннотация get. Аннотация get – это значит, что наш запрос будет get. Таких аннотаций есть, как post, так и put, так и delete. На все методы, http методы, есть своя аннотация. Сам Retrofit, конечно, богат на аннотации, он очень сильно работает с аннотациями. Очень много, их очень много разных. Мы как бы сегодня все их рассматривать не будем, но такие самые часто встречаемые, самые часто используемые, посмотрим. Дальше в аннотации get значение – это наш путь к сервису, который мы видели в спецификации. Вы спросите, что такое response и что такое call. Response – это то, что вернется, но мы на этом сейчас заострять внимание не будем. Это какой-то объект, который возвращается с сервера, сервиса. А объект call – это стандартный Retrofit объект, который позволяет нам делать запросы на сервер. Вот, то есть описали вот такой интерфейс, но вспоминаем о том, что у нас есть еще дополнительно это параметры, важные параметры longitude и latitude, и для этого существуют свои аннотации. Анотация query, которая говорит о том, что в момент выполнения нашего запроса будет добавлен вот этот вот параметр с названием ll, но со значением location. Хочу отметить, очень важно в Retrofit понимание вот этих пасов, которые вы указываете в аннотациях. В моем случае я не указал здесь слэша в самом начале. Секундочку. В нашем случае я не указал здесь слэша в начале. Что это значит? Это значит, что Retrofit, когда будет строить путь к нашему сервису, по которому надо будет сделать реквест, он будет конкатенировать тот наш базовый урл, который мы объявили, вот с этими значениями паса, которые мы описали в этой аннотации. В случае, если мы же укажем здесь… Да боже, что такое? В случае, если же мы укажем здесь слэш, как вы думаете, что произойдет с нашим базовым урлом? Какие могут быть вообще варианты развития событий? То есть напомню, что вот у нас был вот такой вот базовый урл, мы проконкатенировали, добавили к нашему венюс. Как вы думаете, что если я напишу слэш, то что будет с этим базовым урлом? Как он будет сейчас выглядеть? Есть варианты? Добавится слэш. Что еще раз? Два слэша? Нет, два слэша не будет. Два слэша не будет. Базовый урл продлит и не найдет. Ну, нет, не совсем, не совсем, не совсем. На самом деле он сделает следующее. Он уберет уже нашу часть пасса и оставит только название хоста и с портом. То есть, по сути, всю остальную часть он просто уберет и добавит вот то, что вы описали. И будет считать, что это как бы тот валидный пасс, который нужно добавить к нашему урлу. Это очень важно помнить, потому что в свое время наткнулся на такую проблему и не мог долго понять, почему никто не пишет слэш. То есть, как бы тогда еще документации сильно не было описано, это все эти дела. И вот с помощью как бы таких простых, как это сказать, своих каких-то тестов я понял, к чему, как это будет выглядеть. Что еще раз, она не будет? Да, да. Да, не будет ничего. Но она выкинет exception о том, что не может найти там сервис, по которому вы хотите обратиться. Вот. Поэтому это стоит помнить. Ну, теперь пройдемся по самым таким важным аннотациям, которые есть в Retrofit. Первое, помните, как помните, мы с вами описывали, это запросы, какие бывают. Ну, то есть, это get. В нашем случае это был get venus. Мы описали. И тогда мы добавляли просто query. Это говорил о том, что мы хотим добавлять request параметры к нашему реквесту. В случае, если этих request параметров очень-очень много, то можно сделать такой query map, который будет иметь ключ-значение, который будет, скажем так, автоматически распарситься, когда будет выполняться реквест, автоматически, скажем так, пройдется по этой мапе и добавятся все эти request параметры, которые в ней лежат. То есть, это достаточно удобно, чтобы наш метод не расширять на количество параметров, потому что, ну, там может быть, допустим, пять параметров в реквесте, да. То есть, не писать вот этот длинный, длиннющий метод с этим набором параметров. Мы можем написать query map, создать свой query map и передать. И все. Дальше, если мы хотим менять динамический пас к нашему сервису, для этого мы берем и в… как эти скобки называются? Фигурные, да. Фигурные скобки. В фигурных скобках указываем то, что будет меняться. Вот. Ну, допустим, у нас есть какой-то get photos response. И дальше есть аннотация пас, в которой мы указываем тот кусочек, который будет меняться у вас в вашем реквесте. Да. Но это не все. На самом деле есть еще много. И один из них – это наш запрос пост. Если мы хотим что-то добавить на сервере, то для этого мы задаем аннотацию пост, описываем все то же самое, как и с get. И дополнительно можно добавить хедеры. И также то, что мы хотим в виде payload отправить серверу, мы описываем в аннотации body. И как видите, здесь у нас получается в аннотации body мы отдаем какой-то наш объект, venue. То есть целый джавушный объект. Есть ли вопросы по работе с ретрофитом? Я сейчас пока отлучусь. Ни секундочку. Водички. А то тут слишком жарко. А? Я на люк принимаю вопрос. А, да? Хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы? Ну, как бы кажется, все вроде просто, да, но начнете работать и, как бы, я думаю, что какие-то вопросы появятся. Спасибо большое. Спасибо огромное. И жарковато сегодня. Вот. Вопросы, конечно же, обязательно должны появиться, я думаю. Ну, вообще, на самом деле, рекомендую, если, как бы, есть интересы, вообще заглядывайте вот в библиотеке, смотрите, как традиционно. На самом деле, вот в ретрофите очень интересно, как они смогли реализовать эту штуку. Смогли, вот, объявляешь просто интерфейсы. Вроде кажется, ты объявил интерфейс. Как он работает? Почему он работает? Ну, то есть, ты объявил интерфейс. Ты не создавал никакого объекта, ничего не делал. Объявил просто интерфейс. Насетил кучу этих аннотаций, и все работает. Все magically работает. На самом деле, просто ретрофит под собой, как я уже говорил, он создает такой прокси-объект, с помощью которого, когда у вас происходит инвокейшн этого метода, который находится в интерфейсе, он отлавливает в этот момент, что вы вызываете этот метод на интерфейсе, и в этот момент начинает считывать все аннотации, которые объявлены в интерфейсе для этого метода. И после этого уже формирует реквест там внутри себя, после этого подключает только HTTP и начинает выполнять запросы на сервер. Ну, как бы такой красивый мэджик. Отличный вопрос. Отличный. Google не всегда делает все очень быстро. Ему нужно время, чтобы к чему-то приходить. Но на самом деле, почему они раньше так не сделали? Почему они так не написали? Ну, как бы они не любят… Ну, я не знаю, честно говоря. Такой прям ответ. Такого нет ответа. У тебя есть ответ? Да. Нет, на самом деле это… Да, на самом деле так и есть, что многие вещи… Google долгое время просто не задумывался о многих вещах, которые бы могли облегчить жизнь и сделать так, чтобы все больше и больше девелоперов приходило в мир Android-разработки. Мне кажется, одним из моментов, когда, скажем так, Google реально стала задумываться об этом, это произошло после того, когда в iOS ребята сделали свое приложение Playground, да, там было представлено, или как оно там точно называлось, которым можно было достаточно… И представили потом еще Swift, которым достаточно просто, легко можно войти в iOS-разработку. В случае с Google это все было очень так сложно. Долгое время были асингтаски, как помните, есть куча проблем у них есть, да, потом они пытались этими лоудерами что-то решить там и так далее. Ну, то есть вот такие вот у них очень много таких решений, которые зачастую потом оказываются, что это были такие странные немного решения, и только вот в последнее время, когда они начали работать уже над новыми видами библиотек, решения становятся куда более уже, скажем так, интереснее и куда более вспомогательнее для девелопера. Вот. Ну, так, немножко лирики. Буквально минутка лирики. Все было хорошо, мы с вами познакомились с реквестом, теперь же поговорим про респонс, да. В случае с респонсом что нам нужно знать? В случае с респонсом нам нужно знать статус-код и какой-то пейлоут, да. Но для того, чтобы понять, какой же пейлоут нам приходит, нам нужно понимать, как же общаться с сервером, да. То есть как же он с нами точнее общается, в каком же формате он отдает нам данные. Вот это типичный ответ Foursquare, да, в виде JSON. На самом деле варианты ответов бывают разных, может быть как JSON, как XML, как там протобуфер, там еще что-то, еще какие-то варианты. Но такой для меня, в моей практике, на самом деле 99% я использовал JSON. В основном везде какой-то, везде какой-то JSON. Для того, чтобы вам понять, как же, на каком же уровне, как же общается сервер, для этого есть уже куча написанных различных тулов. Одни, например, это вот Advanced Risk Client, либо Postman, либо Swagger. Это тулы, это можно их скачать как экстеншн для Google Chrome, также и просто установить как приложение, которые позволяют вам быстро написать реквестик. Там можно пихать хедеры, там все-все, ну, короче, они все-все поддерживают, да, и типа нажал на кнопочку Send Request, и вам придет респонс. И вы уже там дальше можете играться и смотреть, что за респонс к вам приходит. Достаточно очень удобные тулы для того, чтобы быстро понять, как вы можете общаться с тем или иным сервисом. Вернемся к нашему Android-приложению. Вот у нас есть Android, наше приложение, есть какой-то сервер, да, который общается с нами в виде JSON. Так вот, для того, чтобы как бы принимать, нам надо этот JSON как-то десерилизовать, и в свою очередь, когда мы хотим какие-то объекты отдавать, нам надо эти объекты стерилизовать, чтобы сервер мог их, нас понять, что же мы хотим сделать. Вот. Поэтому в нашем случае для работы с JSON есть прекрасная библиотечка под названием GSON, достаточно старая, разработанная Google, поддерживаемая Google, вот, которая в целом работает. Но как бы у нее есть свои, конечно, косяки и минусы в том, что она иногда может работать достаточно долго за счет своих внутренних механизмов, которые она использует для серверизации и десерилизации объектов. Но в целом для обычных примеров ее может хватать. И если только у вас какой-то там стоит очень большой, высокая планка перформанса, и вам надо серверизовать и десерилизовать там очень-очень быстро куча-куча миллиона, там сотни тысяч объектов, то, возможно, вам надо будет посмотреть в какую-нибудь другую сторону, в другую библиотеку, происпользовать. Их сейчас, благо, очень много. Вот. Но в нашем примере мы будем использовать GSON, который в целом с этой задачей справляется на ура. Для того, чтобы воспользоваться GSON, ну, как бы нам надо создать поджи-объекты, которые будут представлять наш респонс и который будет десерилизоваться в момент того, когда мы будем получать респонс. Вот типичный, скажем, ну, тот типичный был ответ, ну, вот часть ответа этого нашего GetVenius, он выглядит следующим образом. Вот. И теперь попытаемся собрать наш поджи-объект для того, чтобы им воспользоваться для десерилизации. Создадим класс Venue по названию нашего объекта в GSON. Дальше у нас есть какой-то ID. Соответственно, это стринговое property. Создадим string ID. Дальше у нас есть какой-то name, который тоже является как бы стрингом. Создадим string. После мы видим какой-то вложенный уже объект, контакт, да, и в нем есть какая-то вложенная, вложенные данные. Телефон и какой-то отформатированный телефон. GSON тоже может работать и с таким видом. Для этого мы создадим просто наш contact info класс, в котором будет храниться телефон и формат этот телефон, и опишем его, добавим его в наш класс Venue. Но что хочется сказать. Если мы напишем без аннотации serialized, то по сути ничего не сработает. Почему? Потому что GSON по дефолту пытается смапить тот ключ, который у него указан, и найти его по такому же имени в вашем классе. То есть я не зря не добавлял serialized name аннотацию для ID и для name, потому что ID и name у нас совпадают с названием ключа. В случае с контактом это не совсем так. То есть значение ключа contact, но в нашем случае мы его обозвали contact info. И для того, чтобы GSON понимал, как смапить один ключ на наш объект, мы должны воспользоваться аннотацией serialized name, в которой мы значением передадим название нашего объекта. То есть это contact. Но также это удобно, когда мы делаем какую-то обфускацию кода. Обфускация кода. Кто-нибудь знает, что такое обфускация кода? Ну, все равно напомню, что обфускация кода – это такой процесс, в котором вы хотите защитить ваш код от взломов. Ну, взломов – это громко сказано, но в целом сделать так, чтобы ваш код был менее читабельный. То есть когда человек откроет вашу АПК, вскроет вашу АПК, он может прочитать код. И можно сделать так, чтобы названия ваших классов были какими-то несуразными значениями. В нашем случае, если после, допустим, после обфускации нашего кода наш класс venue превращается в такой класс А, string B и так далее. То есть это какие-то буквы. Их может быть комбинация букв и так далее. То есть это уже какой-то менее читабельная штука получается. И в этом случае, если вы делаете обфускацию кода, то если мы даже все поля назовем, как у нас называются в нашем респонсе, то без serialized name, допустим, JSON будет искать ID в классе А, но он его не найдет и как бы никуда не замапит. И все ваши значения будут, опять же, какими-то неправильными. И для этого тоже используется serialized name, который может вам помочь для того, чтобы замапить правильный ключ, правильный ключ в JSON на правильный класс или правильный field вашего класса. Дальше мы можем воспользоваться, дальше мы смотрим, что у нас по респонсу идет рейтинг. Мы можем добавить какой-то float. Если нам рейтинг, допустим, не важен, нам не нужен, то мы его можем не добавлять. То есть можем от него просто как бы его не парсить, пропустить. Но что нам важно в этом респонсе, это photo URL. Photo URL важен, потому что мы хотим потом показать картинку. Все, мы распарсили. и теперь вопросы, да. А если назвать не contact info… Если назвать не contact info… Да. 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 Можно писать. Но serialized name будет иметь выше приоритет, чем название вашей переменной. То есть она… Не, не. Главное, чтобы field совпадал. Да. То есть оно будет делать маппинг с контакта из JSON. будет искать такое же название филда в вашем классе. То есть оно будет искать название contact филда, который находится в классе venue. Вот. И так как сейчас у нас это field назван contact info, да, то… Нет, так название класса contact неважно. Главное название филда, филда, на который маппится. Ну, то есть тут как бы важно вот эта вот штука. То есть она будет маппить вот этот вот contact название. Она будет искать в вашем классе название филда такого. Она видит, что такого филда нету и, соответственно, пропустит. А мы здесь явно указали, что вот этот вот field, у него значение из JSON вот такое, contact. И, короче, оно замаппит. Ну, если ты можешь при опускации, можно… Есть два способа. Первый способ – это не опусцировать модель. Ну, это класс этот. Можно указать, что я не хочу опусцировать этот класс. Тогда он не будет опусцирован. И второе – это использовать serialized name. По-другому нельзя. Да, да, для всех полей надо указать. Потому что стринги, ну, стринги сами по себе не опусцируются. Поэтому мы можем явно это указать так. Это будет работать. Да? Ну, это всегда тогда. Ну, то есть, как я уже сказал, при опускации есть два случая. Один случай, когда мы явно говорим, что мы не хотим опусцировать этот класс. То есть мы могли явно указать, что мы не хотим опусцировать веню. И тогда веню останется вот таким, как есть. Ну, надо помнить всегда, конечно. Всегда помнить и смотреть, чтобы просто… Не, ну, при опускации весь код опусцируется. То есть если мы явно не указали, какие классы не опусцировать, то весь код начинает опусцироваться и превращается в какие-то абракадабры, по сути. Вот. И в этом случае вам надо просто прекрасно понимать, что если вы работаете с сериализацией и с сериализацией, какой-то библиотекой, то, скорее всего, вам придется указать, явно указать, какие филды класса не будут там… Ну, на что будет мапиться. Вот. При ответе или… А? Ну, да, да. Да. Что еще раз я… Да, можно. Ну, то есть если, допустим, здесь добавится еще один контакт в этом объекте, да, то мы тогда в content.info здесь объявим еще один объект contact. Ну, то есть, по сути, как бы, как вот есть JSON, так мы его пытаемся представить. Ну, скажем так, там в упражнении, в домашнем задании, там будет ссылка на уже сервисы, готовые сервисы, которые могут вам построить объекты по JSON. То есть вам самим ручками не надо строить, вы просто скармливаете туда JSON, вид JSON вашего, и он на выходе вам дает живушный объект. И дальше вы уже можете там с ним выкидывать, что вам не надо, что вам надо, там, и так далее. Вот. То есть, ну, не обязательно вот это вот все руками писать. Но это будет в домашнем задании, будет ссылка на сервис, который там, я не помню, он там называется… Ну, как там называется, короче, я сейчас не вспомню, но вот. Там будет ссылка, и сможете воспользоваться, поиграться, посмотреть. Вот. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Да. По пути, это что, что имеется в виду? Не совсем понимаю. Структуру? Не делать классы? Честно говоря, даже не знаю. Библиотек, наверное, таких и нету. Ну, а как не знать то, что понадобится? Ну, то есть, можно, конечно, ручками парсить JSON. Можно руками парсить JSON, да. Это есть такое понятие, как потоковый парсинг, когда мы можем взять просто RAV JSON и руками по нему проходиться и смотреть, что мы хотим от него взять. Вот. Да? Если мы не хотим представлять это в виде объекта и чтобы это происходило все автоматически, да. Вот. Можно так, но как бы… Да, 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 да. Ну, мы можем потом еще пообщаться, как бы… Может быть, я не до конца понимаю, что конкретно ты хочешь выполнить, но можем поговорить. Окей. Все. Двигаемся дальше. Вот это, получается, наш JSON, который приходит от Foursquare, да, такой RAV JSON, который, если вы сделаете запрос в Google Chrome, то получите вот такую большую строчку. Фиг пойми, что тут вообще такое, да. Но благо для нас у нас есть прекрасные тулы уже написанные. Там JSON форматор – это всякие такие такого рода, которые в Chrome Extension висят, и можно их установить, и потом они красивенько вам распарсят с табуляцией, со всякой вот… с расстановками, со всеми делами, и вам покажут, вот как выглядит ваш JSON. Вот. Достаточно круто и рекомендую пользоваться. Вот. Ну так, напоминаю, что у нас есть наш Foursquare-сервис, в котором мы описали наш GET-запрос, который мы хотим выполнить, да. Возвращаясь к нашему venue-респонсу, о котором мы говорили, зная уже, как мы… что мы хотим получить, как мы… как должен представлен быть объект, ну, мы его описываем следующим образом, то есть какой-то venue-респонс, в котором есть список групп, группы описываются айтами там и так далее. Айтам — это уже какой-то venue. Для того, чтобы воспользоваться GSON, нужно всего лишь его создать. После этого мы можем творить чудеса и делать либо… превращать JSON в объект, либо в обратную сторону, когда мы хотим объект превратить в JSON. То есть есть две функции fromJSON и toJSON, да. И получается так, что у нас же есть наш… у нас уже есть наш апплик, есть наш сервер, который общается с нами в виде JSON. Есть какой-то Retrofit, который берет на себя всю эту задачу. Но Retrofit так просто не работает. То есть он как бы… про GSON по сути как бы и не знает, как парсить там это все. Вот. Для этого мы можем добавить GSON и конвертеры. Конвертеры для Retrofit, чтобы он мог автоматически парсить вам респонс в те объекты, которые вам надо. Вот. На самом деле конвертеры вам писать самим не надо. Их уже на разные виды написано. Их очень много. Там есть как GSON, так и XML, так тут ProtoBoof, Moishy там и так далее. Короче, их очень-очень много разных. Вот. В нашем случае мы воспользуемся просто конвертером JSON. Я уже столько много говорю, да? Говорю, говорю, а мы все не приближаемся к нашей задаче. Как же сделать правильный хороший реквест? Все кажется, но потерпите. Осталось совсем-совсем чуть-чуть. И мы сделаем с вами реквест. Напомню. Первый шаг это был наши permission. Сейчас мы должны с вами создать такой network-модуль класс, в котором мы засунем наш base URL, который мы уже определили. После этого мы создадим наш retrofit. Для того, чтобы создать объект retrofit, который будет работать, уже заберет на себя всю ответственность по network, мы должны создать реквест билдер, о, retrofit билдер, то есть добавить наш URL. После этого мы хотим, чтобы какие-то тайминги, типа там connection, timeout и так далее, были не дефолтные, брались, а какие-то свои. Для этого мы добавим еще нашу Gasson Converter Factory и дальше определим наш HTTP клиент. Добавим какие-то конфигурации, которые мы хотим. После этого просетим его в наш этот request build, retrofit builder. И как бы в целом все есть. Теперь просто вызовем метод build, который нам сгенерит объект retrofit. Все. Теперь с этим объектом мы можем работать. Что же такое network-модуль? Вы спросите, возможно. Дело в том, что операция по созданию retrofit, она достаточно такая объемная и ресурсоемкая. То есть рекомендуется retrofit не каждый раз создавать, когда вы хотите сделать какой-то один request, а один раз на весь жизненный цикл вашего приложения. По сути. Почему? Потому что внутри себя у него очень много различных настроек, которые он использует. И вот эти вся и прокси объекты, которые он внутри себя создает, эти вещи достаточно ресурсоемкие. И вот эти все парсинги, которые делаются и так далее, и тому подобное. Поэтому рекомендуется создавать retrofit объект всего лишь один на весь жизненный цикл вашего приложения. После этого мы опишем нашу response-модель. Но мы ее уже описали. Она выглядит следующим образом. После этого мы вспомним про наш интерфейс, который мы опять же уже описали, в котором мы описали, какой же реквест мы будем выполнять. Ну и теперь осталось, это на самом деле самое последнее, это выполнить все же запрос. Для этого мы воспользуемся нашим объектом retrofit и вызовем на нем метод create и передадим туда наш интерфейс, который мы уже сделали. И весь magic по сути будет сделан вот в этом методе create, который нам отдаст опять же наш же интерфейс, с которым мы можем потом работать для того, чтобы выполнять те или иные запросы. Но так как я сказал, что retrofit и вот это вот retrofit сам по себе достаточно тяжелая операция, плюс вот это создание вот этого интерфейса, с которым мы будем в дальнейшем общаться, достаточно тяжелая операция. Поэтому мы воспользуемся следующим. Мы создадим network-модули, с помощью network-модуля мы возьмем этот force-square-сервис и поместим его куда? В application. Application – это такой класс, который описывается в Android-манифесте. Это, скажем так, это класс, который представляет собой ваш процесс, который запущен. И он единственный, в единственном экземпляре существует и живет весь жизненный цикл вашего приложения. Поэтому какие-то вещи, которые вам нужны, вы создали одиннажды и хотите использовать их везде, то в целом можно их хранить в application. Это по сути, application по сути это single tone. Большой такой single tone, который, с которым вы можете, к которому вы можете иметь доступ и из него доставать те объекты, которые достаточно были когда-то созданы и хотели бы их переиспользовать. Поэтому мы поместим его в наш application и теперь мы, скажем, из любых точек приложения в целом, где мы имеем доступ к нашему application, можем доступиться к нашему сервису, который мы только что сделали с вами. Все. Мы готовы для того, чтобы сделать первый наш request с помощью Retrofit. Мы вызовем просто execute и вызовем метод body, который уже под собой, под капотом на самом деле происпользует наши конвертеры, JSON конвертеры и превратит это все в наш response. Но это все нужно обернуть, как обычно, в trycatch, потому что если мы делаем это асинхронно, то как бы обязательно, если какие-то эксепшены случились. Также Retrofit нам позволяет сделать это асинхронно, то есть мы можем вызвать enqueue и передать туда callback. Callback сам по себе это, опять же, как и в случае SOC-HTTP, это интерфейс, у которого есть два метода onResponse и onFailure. В случае с onResponse у нас, опять же, возвращается response класс, который хранит в себе информацию. И здесь, опять же, вспоминаем, очень важно, что нужно проверять статус-код, потому что иначе, если вам пришел какой-то статус-код, там 300 или не 200, короче, не 200, то, скорее всего, вам нужно это как-то захендлить в виде какого-то показать error или еще чего-нибудь. И в случае, если это 200, то как бы все хорошо. В моем случае я как бы предположил, что все будет отлично, обрабатывать ничего не надо, но для понимания вы всегда помните об этом. Ну и у нас, так как это лист, то, наверное, про адаптеры помните же, правильно? Надеюсь. Про адаптеры рассказывать не буду. У нас, соответственно, так как это лист, у нас есть, значит, адаптер, который мы просетим наши элементы, которые нам пришли. Ну и, конечно же, onFailure, это когда у нас реквест наш не прошел. Все. Возвращаемся к нашему адаптеру. Мы получили какие-то данные и пытаемся их просетить. То есть берем из этих данных те значения, которые нам нужны. А в нашем случае нам нужно просто название нашего веню. После этого мы получаем вот такой вот наш экранчик с листом, в котором у нас написаны названия наших кафе или баров. Вопросы. Есть ли какие-нибудь вопросы? Что еще раз? В Android манифесте, в Android манифесте есть тег под названием application. Этот тег, он отвечает за то, что у вас по сути как бы создается application, то есть класс, который будет жить, пока живет ваш процесс. Вот. Там есть специальный атрибут у этого application, тега, есть специальный атрибут Android name, в котором вы указываете название вашего кастомного application. Да. То есть вы можете создать класс там myapplication, заэкстендить его от application и в это, в name поместить название вашего application, то есть myapplication. да, 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 там класс указывается. Да. Можно, можно кэнселить реквесты и потом заново их выполнять. там есть специальный API, как и в async-таске, по сути, есть API по кэнселу и по рестарту, так и в ретрофите то же самое, есть кэнсел и старт. Вот этот объект call, который является объектом ретрофита, это по сути, если говорить в рамках джавы, то это какой-то future. Future это объект, который говорит о том, что будет выполняться какая-то задача, и она потом либо выполнится, либо не выполнится, но там можно получить результат. Результат получается в виде callback, в котором, точнее, результат засовывается вот в этот callback, который мы и передаем. Спрашивай. Вы создавали PostgreSQL сервис? Да, 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 да. Имплементацию для него создавали? Мне интересно, имплементация в момент тайницы? Имплементация создается, как вот я говорил, что создаются прокси-объекты. Эти прокси-объекты создаются в рантайме, когда ты, когда по сути выполняется, когда происходит инвок твоего метода. То есть в PostgreSQL сервис мы описали метод getvenue. И вот когда мы выполним, будем выполнять этот метод getvenue, начнутся создаваться прокси-объекты, внутри которых будет происходить считывание всех аннотаций, которые у тебя объявлены в твоем интерфейсе. Вот. И это все, ну, если знакомы с процессом рефлекшена, то это все делается, по сути, в рефлекшене, с помощью рефлексии. Вот. Это процесс в рамках, если говорить в рамках андроида, то это не очень хорошо, но как бы тут как бы трейд-офф, да. То есть либо использовать красивое IP, которое в целом все уже сделано, все внутри там хорошо и так далее, и тебе не надо ничего делать, почти только объявил интерфейс, пометил аннотации и все остальное. Либо все это самому проделывать, описать какой-то сервер коммуникатор класс, который будет создавать его к HTTP клиентам, делать настройки, потом вот эти все реквесты создавать и т.д. и т.п. То есть, ну, либо так, либо так. Но… Имеет смысл, что свои элементарные писать только если… Очень. Ну, если там… Если да, если… Опять же, в этом случае я бы хотел сказать, что стоит сначала сделать какие-то замеры по тому, как долго он создает тот или иной интерфейс, да, делает точнее тот или иной этот, вот, а после уже тогда принимать. Ну, то есть, как бы, я не думаю, что в каких-то прям… Ну, может, там в Facebook где-то там у них там, где надо 100-500 этих реквестов делать, там у них они парятся очень сильно за это все дело. Ну, опять же, ну, короче, тут надо мерить. Почему кода-генерацию не сделали? Ну, то есть, получается, компайл сайм-кориендистой или процесс? Не знаю. Ну, вот, как бы, ну, кода-генерацию возможно не сделали, потому что, когда тогда писали, работа из кода-генерации было достаточно тяжело. Это же они ретрофит еще, когда первый писали, это было достаточно давно. Я думаю, и если сравнивать ретрофит под капотом первый и второй, то они очень-очень похожи. То есть, видно, что они просто переиспользовали код, сделали более чуть-чуть там где-то какие-то оптимизации и все остальное. Вот. Почему не пошли этим путем? Ну, как бы, кода-генерация тоже отнимает время, но она отнимает, конечно, компайл-тайм-время. Вот. Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. То есть, ну, каких-то таких вот прям, наверное, правильного ответа здесь и нету. Да, то есть, наверное, были какие-то у них причины внутренние, либо, может быть, ресурсов нету, либо еще чего-нибудь там заняты на других проектах и так далее. Вот. Не, ну, не на Word они же только держатся весь Square. Там, как бы, людей хватает, умных достаточно, поэтому. Вот. Да. Ну, дело в том, что на самом деле твой синглтон надо с чем-то связать, чтобы он был синглтоном. А для того, чтобы просто объявив static instance, это не гарантирует того, что твой instance не соберется garbage collector. Вот. Такие случаи бывают. Иногда Android становится слишком агрессивный и может прибить твой static instance. Вот. А если ты ее привяжешь к аппликейшену, то у нее всегда будет связь с рутом и, соответственно, в этом случае она не сможет быть прибита. поэтому в любом случае все, все такие вещи, которые должны быть созданы как бы раз и быть как бы синглтоном, то их все привязывают к аппликейшену. Окей. Тогда двигаемся дальше. На этом еще не все. Наверное, вы успели заметить, что апплик почти, почти сделан, но не до конца. Еще чуть-чуть осталось. А чего не хватает? Конечно же, не хватает картинок, да? Ну, с картинками у нас есть свои проблемы. Вам Антон уже рассказывал, как использовать библиотеку Glide гугловую, которая позволяет вам запускать картинки. Вот. Но с картинками есть некоторые нюансы, которые как бы самим не хочется уже решать, потому что есть уже open-source всякие проекты типа Glide, которые помогают это все делать. Но напомним, картинки на самом деле по себе весят очень много, да? Картинки нужно для этого кэшировать, вот. А картинки можно делать какие-то трансформации с картинками, да? И это все как бы нужно уметь, можно самому делать, вот. Но Square, опять же, не прекращаю ими удивляться, они выпустили, у них есть такая библиотека под названием Пикассо. Пикассо, которая очень сильно похожа на, по интерфейсу на Glide. Если вы уже делали домашку Антона, то скорее всего вам не составит труда и быстро сориентироваться в приложении, в библиотеке Пикассо. Вот. Что она делает? Она на самом деле, если вы не добавите OKHTTP клиент, то она по сути под капотом для загрузки изображений в себе использует как раз-таки OKHTTP. Тем самым наше приложение получается, что как бы используя Пикассо, мы по сути используем OKHTTP. То есть это dependency все равно в нашем приложении прорастет. Если мы даже не объявляем OKHTTP как dependency в проекте, то объявив только Пикассо, добавив Пикассо в проект, мы сразу же добавляем OKHTTP. То есть если вам захочется OKHTTP использовать самим, то как бы без проблем. Вот. Добавить Пикассо можно с помощью, прописав в dependency следующую зависимость. Да. Вот. У них, конечно, немножко интересный подход к версионности. Да. Вы можете заметили такая 71828. Скорее число коммитов, которые они делают, да, в секунду. Вот. Ну, вот таким подходом в целом я, честно говоря, немножко был удивлен, но это интересно такое. Для того, чтобы просто загрузить картинку, на Пикассо есть такой класс Пикассо, у которого есть метод get, который по сути вернет вам instance объекта и на нем уже можно творить разные чудеса. Для того, чтобы просто загрузить картинку, нам стоит вызвать просто метод load, передать туда URL и указать в какую, в какой же image view мы хотим грузить картинку. Поэтому вернемся к нашему холдеру, в котором мы просетили уже текст, title нашего этого. Проверим, есть ли у нас картинка, ну и дальше применим, применим наш код, который мы видели ранее. Все, картинка появилась. Я вас поздравляю, мы это сделали. Наконец-то мы это сделали. Мы с вами сделали наш, мы сходили на сервер, забрали данные и их отобразили. Есть ли какие-то вопросы? Версии, да. Не, ну версии могут быть разные, да. Версии могут быть, потому что OKHTTP возможно, ну то есть Пикассо, она же тянет внутри себя зависимость. Ну вы всегда можете зайти на GitHub и посмотреть, какую зависимость, какую версию OKHTTP она тянет, потому что это тоже их зависимость, то, что они используют. Да. Честно говоря, я с Пикассо работал немного сам по себе, да. Ну как-то я начал с универсал имидж лоудера, с имплементацией Сергея Тарасевича, который сидит с нами рядом здесь вот. Это достаточно, конечно, жалко, что у нас деприкетчена, но в целом она очень классно работает и очень много, много старов у нее. Вот. После этого я пересел на глайд и как-то уже остановился на глайде, да. Скажем так, каких-то явных таких прям преимуществ, ну там есть преимущества в качестве картинки, как они рендерят эту картинку, как они ее кэшируют. В глайде и в Пикассо немножко есть разница, да. Вот. Тут опять же надо смотреть, насколько, насколько вам удобен тот интерфейс, который предоставляет Пикассо, который предоставляет глайд. Насколько вам надо там делать какие-то свои кастомные трансформации или какую-то кастомную загрузку, да. То есть тут, ну, прям ответа такого, что использовать только глайд нету, да. То есть это все под, по сути, под задачи. Что удобнее, то и используйте. Ну, да, вот гифки. Не, ну, ну, да, гифки, 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 да. Вот. Но на самом деле Пикассо скоро будет еще одна реинкарнация. Они выпустят третью версию и, возможно, там будет еще видоизменено все. И там будет, может быть, что-то еще лучше, чем в глайде. Ну, как бы, однозначного ответа я не могу дать. То есть на своем опыте я использовал Глайд Универсал и Пикассо немножко. Вот. Ну, как-то так. А на каком уровне работа с форматами изображения? Если ты на уровне сборка, если ты на уровне библиотекса как Пикассо. То есть, например, я хочу изображать формат, который намного меньше, чем Пикассо. Угу. Что это делать? Не, ну, загрузка происходит, выражаешь твоих байтов сервака. Я понимаю, да. Байт в HD. Да, и потом уже дальше трансформация уже в какой-то, какой-то, в какой-то битмап, скажем так. Это происходит уже на уровне самого не фреймворка, а библиотеки. То есть, формат ВП и, в принципе, партийцы, где-то это. Ну, скажем… Вы его отрендерите, его нужно прочитать правильно, понятно. ВП точно не скажу. Это гугловая разработка? Не, я понимаю, но я думаю, что это скорее там происходит внутри. Да, Антон хочет ответить. Ответь, Антон. Антон будет заниматься тем, что она будет процессить свои битмапы. И, кстати говоря, это возможность воплоть, воплоть. Можно посмотреть на портале в том, с какой версии битмапы, что он будет делать. Ну, вернее, с какой версии битмапы, мы сделаем битмапы и определенные вещи. То есть, там есть некоторое ограничение, но сейчас куча, рекомендуемая минимальная версия, в принципе, умеет отпустить. И в конечном счете бывает для тех, кто выбирает картинки, вы выберете маску, где вы вкладываете файл, вы сможете его декортировать, вы сможете его декортировать. Отлично. Спасибо, Антон. Крутяк. Да, Сергей, да, ваш вопрос. Все бесплатно, все бесплатно. Ты что, как же. Да. Не совсем понимаю. А, ты про картинки? Нет, нет, я вообще про файл на респонс. Да. Ну, ты можешь, там есть error handling свой, ты можешь делать свой кастомный error handling и мапить, куда тебе надо. Вот, перед тем, как вообще респонс отработает и придет тебе в one response, да, то есть там one failure, точнее, exception этот. Вот, то есть можно свои какие-то кастомные error handling. Ну, да, да, когда сеть, когда не прошел респонс вообще. Не, ну, если с четвертой, то уже ты там сам обрабатываешь внутри. Ну, можно, я чуть-чуть дальше еще расскажу одну штуку, воспользоваться одной штукой, которая тебе тоже поможет кастомные делать вещи с респонсом при том, когда он неправильно, ну, там, пришел с каким-то другим кодом. Да, да, да. Ну, там есть еще error handling, error handling на уровне, когда респонс тебе уже пришел, и ты можешь там уже проверять, какой код пришел и, соответственно, дальше кидать какой-то либо exception свой кастомный, либо еще что-то делать с ним, либо еще. Нет, ну, так json у тебя же не придет, если у тебя какой-то плохой статус-код пришел. Ну, нет, ну, может json прийти в плане, что 200-ый, да, 200-ый статус-код, но json там будет содержать какой-нибудь exception, да, в этом плане. Да, ну, ты, ну, тут как бы надо понимать, как ты будешь это обрабатывать, потому что у тебя вроде как 200-ый и на то, и на то приходит. Вот, ну, там есть возможность того, чтобы ты мог захендлить error в случае, ну, точнее, обработать респонс, если у тебя статус-код не 200-ый. Окей, вроде как все, да, то есть лекция должна быть закончена, но давай потом уже тогда, чтобы это… Лекция должна быть закончена, но я вас так просто не отпущу. Я хочу вам еще поделиться пару такими вещами интересными, которые вам помогут в разработке. Первый — это network profiler. Network profiler — это такая возможность, когда, ну, ее легко найти в Android Studio, и там есть такая кнопочка вверху либо снизу, вот, там потом открывается вот внизу такое, где логкат, там открывается такая прям бегущая строка, как бы, в которой вы можете выбрать network, и попадете вот на такой экран, в рамках которого вы можете видеть вот такие пики. Пики — это вот ваши запросы, которые идут с вашего телефона. То есть, ну, как бы не всегда хватает, не всегда есть возможность посмотреть, что же идет от телефона к серверу, и что же обратно приходит, да, вот, именно на вашем телефоне. Для этого вы можете также выбрать таймфрейм, которым выполняется, и потом уже ходить по самим реквестам. Хождение по реквестам дает вам полную информацию об этом реквесте, то есть его респонс, статус-код и так далее. Также это отлично, когда вы хотите профайлить ваши картинки, которые приходят. То есть здесь Android Studio сразу же их рендерит и показывает вам, в каком формате и каких размеров. Но это еще не все. Еще есть такой крутой механизм интерсепторы в OKH-TTP. Интерсепторы — это такая возможность модифить ваш респонс и реквест, когда вы хотите делать какой-то запрос, да. Но тут важно помнить, есть два вида интерсепторов. Это application интерсептор и network интерсептор. В случае с network интерсептором, то ваш запрос, он может кэшироваться. Retrofit позволяет вам возможность делать кэширование ваших запросов и ответов. То есть это там какое-нибудь хранение на файловой системе или еще что-то, чтобы не постоянно ходить в сеть, да. В зависимости от каких-нибудь, может быть, хедеров, которые вам указывают, сколько этот респонс может жить и так далее. Так вот, получается так, что если вы используете network и application интерсепторы, то network интерсептор не отработает в том случае, когда вы идете, когда вы делаете запрос, а он находится в кэше. В этом случае отработает только application интерсептор. Добавить их легко с помощью двух методов ADD-интерсептор и ADD-нетворк-интерсептор. Для чего они вообще нужны? Например, OKHTCP предоставляет стандартный класс HTTP логин-интерсептор, который позволяет вам логировать реквест и респонс, который приходит и уходит на сервер. То есть, причем, что уровень, и это все будет печататься вам сразу в логкат. То есть, вам не надо там открывать профайлер, как бы, да, можете в логкате сразу увидеть, какой же реквест пошел и какой респонс пришел. Причем, что уровень вот этого, скажем так, дебагинга у них есть разный, как типа от самого-самого базового, когда будет печататься там, допустим, только хедеры или просто URL, да, до самого полного, которым будет информация полностью о вашем реквесте и о вашем респонсе. Вот. Также в каком же случае еще может понадобиться это? Допустим, вы хотите добавлять каждый раз, ну, вы не хотите каждый раз, у вас есть какие-то запросы, да, и для каждого запроса вам нужно добавлять client ID и какой-нибудь client secret ID, да, то есть какую-то ауторизацию. Вы не хотите делать это постоянно, прописывать у себя в интерфейсе, в методе, во всех ваших методах, да, в интерфейсе ретрофита. Для этого существует интерсептор, вы можете создать свой, вот, забрав реквест из, как бы, объекта chain, получив URL, после этого создав новый URL, добавив туда уже ваши все эти параметры client ID и client secret ID, сбилдить новый URL и, типа, отдать это на обработку дальше. Вот. И в этом случае вы, вам не надо будет добавлять во все реквесты client ID и client secret ID. Это все достаточно просто. Вот. Ну, это можно, в ваш степиклайн это добавляется, опять же, вызовав метод ADD-интерсептор, то есть таких вот интерсепторов вы можете добавлять очень-очень много, в объекте chain они будут все складироваться и по очереди проходиться, каждый из них. Если один отработал, то, ну, и дальше, и дальше по цепочке все отрабатывают. Вот. На этом, наверное, все. На все бонусные, все бонусные моменты сегодня закончились. Есть ли вопросы вообще по этой бонусной части? Есть вопросы вообще? Вообще? Да. Что-нибудь связанное с базами данных? Следующая лекция. Антон расскажет нам про персистенси, базы данных. Ну, в целом, если нет вопросов, то я могу сказать, что наша лекция на сегодня с вами закончена. Хочу вас поблагодарить за то, что сегодня мы высидели в этой ужасной жаре. Ну, я надеюсь, что это последний раз, когда мы находимся в этой комнате. Будем в следующий раз в общем большом зале. Вот. Спасибо вам огромное, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ